Сегодня вновь напомнил о себе фестиваль стенография. Одиннадцатая его неожиданная инкарнация, едва не удавленная в зачатке по чиновничьей неповоротливости. Несмотря на то, что формально 10 дней его работы истекли еще в конце августа, авторшоки продолжают сотрясать художественную и около того общественность. С завтрашнего дня бороздить просторы трамвайной сети Екатеринбурга выйдет вагон чешской породы Татра, можно сказать абсолютная классика жанра, который разрисовал участник одиннадцатой стенографии Вася Бас, художник-каллиграф. До того он разминался на других транспортных средствах. В его портфолио, или если хотите гараже, имеется расписной КАМАЗ, несколько легковушек, а недавно появилась еще и миниатюрная модель трамвая, на которой он потренировался перед Большим. Цитата от автора. «Недавно мне подкинул мысль друг, почему бы не расписать трамвай? И я подумал, класс! Причем трамвай должен быть именно винтажный, обаятельный». Конец цитаты. В росписи, как и положено стрит-артистичному каллиграфу, автор использовал текст частично кириллицей, частично латиницей. Еще цитата. «Я рассудил так. Трамвай постоянно собирает разных людей, поэтому какой-то конкретный текст не подойдет». Конец всех цитат. Однако все же лейтмотив есть. Это фраза «Жизнь есть движение», заряженная в хитросплетение изумрудно-золотых узоров букв. Еще можно разглядеть английское повелительное «don't stop», а также россыпь разных русских словечек. Гонять этот трамвай будет по 28-километровому маршруту от Уралмаша, с 22-го партсъезда, до областной клинической больницы номер один на Йога-Западе, где кольцо на Волгоградской. Это будет уже второй расписной трамвай от стенографии. Первый был сделан по эскизам детей из детдомов в 2018 году и называется, и все еще бегает по 23-му маршруту, «космический футбол». Понятно, по поводу какого такого спортивного мундиаля, зацепившего в том числе и Екатеринбург.